Два гончара из Москвы, трое из Чебоксара и два специалиста из Рязани работают над скульптурой. Это станет подарком в преддверии Дня Республики для Новочебоксарска. Скульптура будет украшать Ельниковскую рощу. Весь процесс по керамике начинался не сегодня, а в 2005 году здесь проходил фестиваль по керамике. Он назывался «Гончарный круг дружбы». И вот в продолжении этого фестиваля этот пленэр, который сегодня происходит, он сейчас и является как бы продолжением той самой темы народной художественной промыслы. Здесь ведущие специалисты со всей страны, можно так сказать даже. Само мероприятие керамисты называют пленэром. Отметим, что это первый пленэр в Новочебоксарске таких мастеров. В ее программе лепка огненной скульптуры. Над интересным творческим процессом работает семь человек. По словам организаторов мероприятия, скульптура, над которой работали лучшие специалисты народного промысла, должна получиться очень интересной. Буквально вчера мы из нескольких моделей выбрали жирафа. Сначала у нас был обычный жираф, потом он как-то у нас стал двухголовый жираф. И сейчас вот что там будет дальше, мы, честно говоря, еще сами до конца не знаем, поэтому приходите все. 23-го, и вы увидите, что у нас получится. Это очень интересный творческий процесс. Мы каждый момент предлагаем, обсуждаем коллегиально. Да, это все живо, меняется все. Буквально у нас на ходу. Самая кульминация будет происходить 23-го в четверг в 9.30 вечера. Где-то чуть попозже, в 10, мы будем ее открывать. Всех приглашаем на это посмотреть. Это очень интересно. На площадке Ельниковской рощи работали студенты. Они создавали свои шедевры, учились этому у педагогов. Кружки, кувшины, вазы, большой ассортимент изделий юных мастеров украшали творческую площадку. Посмотреть на получившуюся скульптуру могут все желающие. 23-го июня около 22-х часов в Ельниковской роще пройдет открытие скульптуры, которая станет замечательным подарком городу от кончаров.